С 2020 года в республике идет активная работа по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Крупные компании, небольшие фирмы и частные автолюбители переводят свои машины на газ. Эта работа позволила войти нашей республике в топ-25 регионов России по чистому топливу. При формировании рейтинга учитывается несколько факторов. И самый важный это развитие газомоторной инфраструктуры, открытие заправок и специализированных сервисных центров. С участием главы республики открывалась заправка, например, в Ленске не так давно. У нас 4 заправки есть газовых на метане в городе Якутске, одна заправка в Нижнем Бестяхе на железнодорожном вокзале, есть на месторождениях наших, и эту тенденцию мы, соответственно, собираемся дальше продолжать. Второй момент, это связано с динамикой объемов потребления. Здесь мы тоже хорошо приросли, достигли уже порядка 9 миллионов кубометров по году. А что за этим стоит, это количество переоборудованных автомобилей. И третий важный фактор, это субсидирование перевода автотранспорта на газомоторное топливо. В республике действует государственная программа по субсидированию, благодаря которой автовладелец оплачивает из своих средств лишь 10%. Остальное за него платит государство. Переоборудование легкового автомобиля стоит примерно 154 тысячи рублей. При этом автовладелец из собственного кармана оплачивает только 16. Экономия на самом топливе начинается уже с первого дня, и затраты на переоборудование окупаются за считанные недели. Мы говорим про легковой транспорт, это 1-2 дня сама установка. Конечно, подготовительный этап, он достаточно продолжительный. Это и первый этап лаборатории, это само переоборудование, и уже потом второй этап сдачи документов в государственную автоинспекцию для внесения изменений в конструкцию транспортного средства. В общей сложности весь этот процесс занимает порядка месяца. Но само переоборудование, если мы говорим о легковом транспорте, это день-два, если это грузовой транспорт, до трех дней. В 2024 году стартует пилотный проект по переводу на газ сельскохозяйственной техники. Это будет еще одной вехой в истории развития газомоторного топлива в республике и позволит в ближайшем будущем значительно подняться в рейтинг регионов по чистому топливу. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.